всем привет друзья на канале михайлов олег стартап мы показываем и рассказываем как работаем сша мы занимаемся ремонтом бытовой техники и не только а также общаемся с разными предпринимателями которые мутят сан-франциско и по эре и разные бизнесы и показываем как они это делают так я сейчас нахожусь городе сан-франциско мне осталось 8 минут до клиента а как вы знаете да в сан-франциско горочки и вы знаете мне так нравится новая фишка вот моей машины то что когда ты стоишь на горочке да и снимаешь педаль тормоза то машина не катится назад какое-то время то есть у тебя есть буквально там две-три секунды чтобы плавненько нажать газ слушать это обалденная функция особенно в сан-франциско где очень много таких вот подъемов спусков постоянных то есть ты не паришься то что тебе нужно быстро нажать тормоз быстро газ или там ручник включить то есть абсолютно комфортно ехать на такой машине я кайфую я не частые так скажем посетитель города сан-франциско я не работаю в этой эре но вот у нас работает здесь джон вот и иногда когда у него какие-то сложные там заказали ему надо помочь там поднять stackable dryers вошера да то вот я как раз еду и помогаем кстати хочу заметить друзья то что пробочки тоже начались сан-франциско привет то есть коронавирус уже уходит на второй план и и мы просто двигаемся в пробках правда не в таких жестких как обычно но все же люди потихонечку просыпается коронавирус отступает вот и мы надеемся что будет все хорошо так что у нас сегодня какой у нас сегодня план значит план следующий я везу джону айсмейкер вот кстати ставьте лайки если помните джона он был у нас предыдущих видео он впервые сам отварил трубочки от компрессора учился это делать вот так что ставьте лайк пишите там комментарии как вообще вам его опыт ну в общем дайте какую-то обратную связь вот так мы с ним созвонились полчаса назад и договорились что что сейчас уже встретить все клиент кстати давайте мы прям сейчас наберем и спросим как он далеко так звоним джону включаю группу связь джон я блог снимаю на youtube ты как ты где буду ого через 17 а я уже через 6 буду ну ладно ты запозднился ты только из дома уходишь ну по практически ну давай ладно ну все жду тебя пока окей так ну вот поболтали с джоном поэтому ваши репосты поболтали с джоном 17 минут то есть получается мне ехать 6 минут то есть через 10 минут он приедет нормально я пока как раз сейчас найду парковку потому что вы знаете в сан-франциско очень сложно найти парковочные места вот за этого я не очень люблю сан-франциско но с другой стороны сам франциско можно и прайсы давать побольше я имею ввиду вот какие-то работы вы можете чуть-чуть подороже продать потому что тут в принципе город тут как бы пятачок и все прям так друг на друга налеплено и как бы цены тут конечно можно немножко давать и повыше за счет вот этих вот парковочных пилов которые на которые вы тратите стадо ладно о гуляя тут уже по парку велосипедисты люди никто не в масках вот гулять без масок но окей так ну вот смотрите я подъехал да а куда встать тут и слева все заставлено и справа все заставлено эти даже стать то негде вот такая вот тут ситуация но наверное всегда да вот тут что у нас здесь вот тоже гараж какой-то очень приходится где-то тут может сюда вот я влезу направо как вы думаете вот здесь вот ну дать попробуем не знаю попытка не пытка очень не получилось то в тот кармашек встать потому что там и справа машина вот о можно сюда попробовать короче приехал я ездил я здесь не знаю 10 минут у так вот по кругу искал где припарковать машину вот нашел одно маленькое местечко но когда я начинаю туда заруливать мой нос просто мог задеть эту машину которая стоит на другой стороне настолько маленькие улочки настолько вот машина слева машина справа и посередине можно проехать но это очень жестко поэтому за это я не люблю сан-франциско за то что тут настолько все так компактно в отличие от других городов такие как фриман сан-хосе но в общем любой город возьми да кроме сан-франциско там просто классно работать подъезжаешь к дому ставишь машину никаких проблем с парковкой а вот сам франциско ну вот вечно какие-то такие вот истории вот поэтому я знаю многих техников которые даже покупать тележки на эти тележки они ставят ну вытаскивать тележку паркуются где-нибудь там за два квартала кладут в тележку все тулсы свои да там отвертки все это дело и на тележки пешочком идут идут радостные счастливые приходят клиент там сочинят и потом уход конечно отнимает колоссальное количество времени колоссально поэтому конечно сам фране вот из-за этого можно даже ценники подымать выше то что слишком сложно работать вот ладно что ждем джона вот джон отзвонился он уже у клиента стоит я взял этот смекер с собой все поставить здорово все потерял конечно делай там планку будет еще спрашивать прикрутить только это будет стоить я по 250 это будет стоить долларов потому что планка сама стоит где-то 100 150 плюс работа 100 короче ребят сходили мы клиенту оказалось то что у него есть страховка на вошвы на драйвер и ему не нужно ничего чинить а вот тот айсмейкер который мы притащили для холодильника он оказался не тот вот к сожалению потому что в том холодильнике просто два айсмейкера один во фрешфуде а другого фризе и сейчас нам придется сдать кто-то смекер заказать новый смекер вот очень три ну ладно ничего страшного все я отправляюсь свой родной фримонд ближе туда вот и дальше там будем смотреть по заказу сейчас что-то сколько время время 325 заказа сейчас по моему нету заказов сейчас уже на сегодня я делал сделать им четыре заказа ну пойду до стороны дома вот